Коллеги, всем добрый день. Рад приветствовать вас на нашем вебинаре, посвященном решениям Ялинк для работы с платформой Microsoft Teams. Меня зовут Максим Васюхин. Я менеджер по продукции Ялинк IP-телефоны. Сегодня я вам расскажу о голосовых решениях Ялинк для Microsoft Teams. Мой коллега Артур Гусов расскажет о видеорешениях от Ялинк для Microsoft Teams. И представитель Microsoft, Майорат Хайрулин, расскажет о платформе Microsoft Teams, о ее ключевых преимуществах и основных типах лицензирования. Давайте познакомимся. Те, кто уже знаком с компанией IP-матик и Ялинк, можно будет вспомнить о наших компаниях. Тем, кто пришел на наши вебинары впервые, познакомятся с историей нашей компании. И я хотел бы отметить, что в этом году компания IP-матика празднует небольшой юбилей. Несмотря на то, что компания была создана в 2008 году, фактически с 2005 года мы сотрудничаем с компанией Ялинк и отмечаем в этом году наше 15-летие совместного сотрудничества. На сегодняшний день у компании больше, чем полторы тысячи партнеров по всей стране, по России и не только. И мы вместе с вами и благодаря вам растем от 30 до 50 процентов ежегодно. Офисы компании представлены не только в России, но и в дружественных нам странах. Список можете видеть сейчас на слайде. И буквально 7 октября, кстати, пользуясь случаем, приглашаю наших коллег из Казани. Мы будем проводить там партнерскую конференцию, приуроченную к открытию нашего нового офиса в городе Казани. Так что у кого будет возможность, обязательно приходите. Информация есть на нашем сайте. Наши ключевые вендоры представлены на экране. Мы предоставляем полный спектр решений для IP-телефонии. Основной наш вендор – это Eolink. Кроме этого, мы готовы предложить решения станционные от EOS, производителя EOSTAR, 3CX, микросотовые решения от GIGASET, как сетевое оборудование, защищенное оборудование, гарнитуры, конференц-системы и многое другое. Со многими нашими решениями вы можете ознакомиться в нашем демонстрационном зале. Там представлены в основном решения от Eolink и от производителя ITC. Кроме этого, можно посмотреть вживую, посмотреть различные сценарии работы, оборудование для Microsoft Teams, о котором мы в том числе сегодня будем рассказывать. Можно записаться на посещение на нашей странице demo.ipmatica.ru Как я уже сказал, с Eolink мы сотрудничаем достаточно давно. И немножко хотелось похвалиться. По результатам 2017 года мы стали лучшим дистрибутором Eolink в мире. Это комплексная оценка, которая включает в себя не только показатель продаж в цифрах. И компания уже много лет подряд подтверждает свой статус. Платиновый дистрибутор – это наивысший статус у Eolink по дистрибуторам. И вот по результатам 2019 года мы также этот статус подтвердили. И, собственно, вместе с Eolink продолжаем расти. И хотел пару слов рассказать о компании Eolink. Ну, я думаю, с Eolink уже многие знакомы, так или иначе слышали. На сегодняшний день компания Eolink – это производитель IP-телефонов номер один в мире. У компании три центра разработки, несколько глобальных региональных офисов. В России, к сожалению, пока офиса нет. В России в какой-то степени мы представляем интересы компании Eolink. Более двухсот мировых партнеров. И на сегодняшний день Eolink, компания Eolink продала более 15 миллионов устройств. То есть фактически один человек из пятисот во всем мире так или иначе пользуется оборудованием Eolink. То есть компания фактически была основана в 2001 году. Начинала компания Eolink как поставщик USB-трубок. И, собственно, в 2005 году компания стала номером один поставщиком USB-трубок в мире. Сегодня у нас основная тема – это оборудование, которое работает с сервисами Microsoft Teams. И на сегодняшний день компания Eolink является золотым партнером Microsoft. В 2015 году был выпущен первый терминал VKS. И фактически в 2015 году появились первые сертифицированные IP-телефоны для платформы тогда еще Microsoft Link. В 2017 году компания Eolink выпустила полную линейку сертифицированных телефонов для платформы Microsoft Skype for Business. Полная линейка включает в себя телефоны всех уровней, как для рядовых сотрудников, так и для сотрудников на ресепшн и руководителей. В 2018 году компания Eolink выпустила первый телефон, совместимый и сертифицированный для работы с Microsoft Teams. И в этом же году компания представила и сертифицировала первый конференц-телефон, аудиоконференц-телефон для работы с сервисом Microsoft Teams. И с этого же года, с 2018 года, компания вот уже практически три года подряд удерживает лидирующие позиции. На сегодня компания производитель номер один IP-телефонов во всем мире. Ну, на этом экскурс в историю я хотел бы закончить. И передать слово нашему коллеге Марату из компании Microsoft. Доброе утро всем. Добрый день, вернее, наверное, да, уже коллеги, потому что они все из центральной части России. Спасибо, Максим, спасибо, коллеги. Сейчас я постараюсь поделиться своим рабочим столом. И надеюсь, что вы его увидите. Если все нормально со столом, и он показывается, дайте, пожалуйста, знать голосом или в чате. Спасибо большое. Я не сразу, возможно, буду видеть ваши ответы, потому что несколько мониторов. Я не факт, что отслежу сразу комментарии, но главное, чтобы выведены были слайды. Спасибо всем. Меня зовут Марат, я работаю в Microsoft. В своей части кратко хотел бы поговорить с вами о преимуществах Microsoft Teams как платформы, об актуальности Microsoft Teams, в каком-то смысле, может быть, даже затронуть тему ближайшего будущего и узнать ваше мнение о том, как будет развиваться удаленная гибридная работа, и поговорить о основах лицензирования, как с точки зрения лицензирования обычных пользователей, с точки зрения Microsoft Teams, например, так и с точки зрения лицензирования самих устройств Microsoft Teams. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Все, на что смогу и успею, я буду рад ответить. Итак, для начала хотел бы, как обычно, немножко начать, как говорится, с космических кораблей, с таких общеглобальных тем и поговорить о перспективах гибридной работы и о том, что нас ожидает в ближайшее будущее. Не секрет, что сейчас эта тема уже полгода как предельно актуальна. Отношение к ней менялось. То есть какие-то компании, например, общеизвестно, уже перевели своих сотрудников на традиционный режим работы. Но я хотел бы услышать ваше мнение, как людей, которые с большим количеством заказчиков общаются непосредственно. Как вы сами оцениваете долю заказчиков, сотрудники, которых продолжают работать удаленно и сотрудники, которых продолжают работать гибридно? Гибридно, напомню, на всякий случай, что это сценарий, при котором совмещаются сценарии удаленной работы, при котором сотрудники не посещают офис каждый день. Да, они могут посещать его поочередно или в определенные дни, когда у них есть встречи. А в некоторые дни гибридные сотрудники с гибридным режимом работы могут посещать. На ваш взгляд, какой процент заказчиков продолжает работать удаленно, а какой процент, может быть, в такой выбирает компромиссный вариант? Ну вот пока вижу менее 50. Но менее 50 – это тоже очень много, на мой взгляд. Второй ответ, Андрей, более 40. Спасибо за ответы. Ну, пока что эти цифры выглядят крупно. Да, понятно, что в Казахстане ситуация немножко другая, потому что там другие сроки введения карантина, как мы все знаем. Понятно. Так или иначе, если я верно понял ваши ответы, большой процент компаний продолжает работать удаленно и, возможно, продолжает работать гибридно. И это как раз отлично вписывается в тему нашего сегодняшнего разговора, потому что устройства Microsoft Teams, они идеально подходят для гибридных сценариев работы в частности. В целом, то, что мы видим по опыту, например, наших партнеров, крупных компаний, действительно, очень многие компании объявили, что, по крайней мере, до конца года будут работать в удаленном преимущественном режиме, преимущественно там, что иногда, например, сотрудники приходят в офис. И в целом, если, опять же, брать очень многие даже интервью крупных руководителей компаний, гибридный режим сейчас видится оптимально многим по ряду причин. Очень многие сотрудники не захотели, ну, не то, что не захотели, понятно, что они все зависят от нашего желания. Очень многие сотрудники оценили преимущества работы удаленно, по крайней мере, в определенные дни. Не всем это зашло, естественно, кто-то, может быть, не полюбил этот процесс. И поэтому сценарий, когда часть людей будет находиться в офисном помещении, а часть будет находиться вне его, а этим людям нужно будет коммуницировать и совместно работать, как мы говорили, это тот сценарий, который как раз идеально поддерживается как платформой Microsoft Teams, так и специальными устройствами, которые в приговорных комнатах могут стоять. Теперь, собственно говоря, несколько слов про саму платформу Microsoft Teams. Тоже перед тем, как начать, я хотел бы узнать о вашем личном опыте. Является ли Teams для вас таким повседневным инструментом для коммуникации внутри вашей компании, для вашей рабочей коммуникации? Используете ли вы Teams на своих компьютерах или мобильных устройствах? Ну, Евгений, спасибо. Не сомневался. Так, спасибо за ответы. Вот у нас, видите, большинство коллег пока что по ответам, я вижу, не используют Teams для своей внутренней коммуникации. Но есть люди, которые перешли полностью. Вот Вячеслав написал, что перешли полностью. Вячеслав, если будет несложно, напишите пару слов ваших ощущений, отзывов от перехода, насколько вас Teams выручил и помог вам, например, в ситуации удаленной работы. Могу сказать со своей стороны, естественно, что Microsoft и раньше начала использовать Teams. Teams — продукт, которому уже достаточно много лет. Как вы знаете, с точки зрения такой общей логики развития, он является наследником такого продукта, как Microsoft Skype for Business. Teams существует уже достаточное количество лет, но весной этого года рост был феноменальным. Не только, конечно, у Teams, но у Teams рост чрезвычайно быстро. Мы зафиксировали огромное количество как компаний, организаций, так и, могу сказать, образовательных учреждений. У меня не самые свежие цифры. Это свежие цифры с весны этого года, честно говоря, просто не обновлял их с тех пор. Но речь идет о сотнях миллионах людей, которые участвуют ежедневно в встречах в Teams. И Teams был одним из самых обсуждаемых и самых популярных инструментов для повседневной работы. Если, Катя, Гри, вас интересуют российские кейсы, в которых партнеры описывают свой опыт перехода на Teams, могу сказать, что для меня они были интересны тем, что они показали, что чем партнер раньше был цифровизирован, тем для него, скажем так, менее стрессовым был период перехода на удаленную работу. Это такая очевидная вещь. Чем более развитые технологии были, тем быстрее за несколько дней смогли сотрудников подключить. Это вот такой был интересный пример. Так что, если интересно с этой точки зрения, то по кейсам тут достаточно много информации. Но Teams — это не только инструмент для работы удаленно. Teams — это полноценный центр командной работы, который поддерживается и, естественно, в традиционном офисном сценарии. В сценарии, когда вы просто находитесь в офисном пространстве, ну, общаетесь, например, со своими коллегами или с другими людьми. Платформа Teams развивается чрезвычайно быстро, поэтому какие-то вещи, которые я буду рассказывать, они даже, может быть, уже обновились и скриншоты могли обновиться. Но в целом, когда мы говорим про Teams, мы можем говорить про чаты, собрания, про звонки, как минимум, и про некоторые другие инструменты, которые этот продукт поддерживает. Причем, естественно, поддерживает он их и на компьютерах, и на мобильных устройствах, и с устройств Microsoft Steam Rooms, о которых мы сегодня тоже с вами поговорим. В целом, Teams — это гораздо больше, чем средства для аудио- и видеоконференций. Это полноценные чаты с возможностью совместной работы с документами, с возможностью построить документы-оборот, с возможностью подгружать через отдельные приложения целый ряд дополнительных компонентов. Например, можно Power BI-отчеты посмотреть непосредственно в команде с коллегами, которые вы работаете, вы можете ввести заметки, вы можете использовать планировщик для планирования, значит, дел, например, там по Kanban-методике. Вы можете использовать даже инструменты для планирования смен в организации. Teams — это мощный инструмент, который нацелен на самые разные сценарии совместной работы, но также поддерживает и, естественно, аудио- и видеоконференции. Вот одна из вещей, о которых я как раз говорил, о которой мало кто знает, так называемые смены. Это такая возможность Teams, которая, например, позволяет управлять сменами сотрудников, если мы говорим для сотрудников, работающих посменно. Это вот к вопросу о том, что Teams — это значительно больше, чем просто инструмент для аудио- и видеоконференций. Если мы говорим про основные преимущества Teams с точки зрения функциональной возможности, одно из самых главных будет то, что это единая среда с единой учетной записью, с максимально интегрированной между собой, с простотой для конечного пользователя, то есть подключение к Teams с личным устройством — предельно простой процесс, даже если это устройство не в домене, не в рабочей учетной записи, естественно, тоже. И, к слову говоря, очень, на мой взгляд, неплохо интегрировано и устройства для переговорных комнат Teams интегрированы с другими устройствами. В качестве примера есть так называемые proximity сенсоры, Bluetooth-сенсоры, которые находятся внутри устройств для переговорных комнат. И в качестве примера удобной интеграции можно, например, сказать, что вы просто, заходя в переговорную комнату, сразу на своем компьютере, например, увидите, что он обнаружил, что рядом находится устройство для переговорных комнат, и предложат сразу подключить его, чтобы вывести информацию на большой экран и подключить внешние динамики и микрофоны для удобной аудио-видеоконференции. Так что различные компоненты системы Microsoft Teams очень тесно связаны между собой и позволяют сотрудникам выбирать гибко те средства, те инструменты, которые им подходят, будь то мобильный телефон, будь то компьютер, будь то устройство Teams Room для переговорных комнат или другие компоненты. Если мы говорим про еще один аспект, можно также, естественно, вспомнить и про безопасность, потому что, естественно, Teams Room устройство полностью управляемое, как и другие компоненты Microsoft Teams. Мы можем говорить о том, что в Teams есть единый централизованный центр управления, который позволяет ключевые настройки безопасности применить. Если говорить чуть более детально, как мы говорили, различные компоненты экосистемы максимально свежены между собой, позволяют быстро совершать звонки, хотя не обязательно даже иметь приложение, можно, естественно, использовать браузер для этого, организовывать трансляции. В одном из вариантов трансляции можно подключать огромное количество пользователей. Это так называемые специальные есть лицензии, которые позволяют организовывать большие собрания в Microsoft Teams. И как раз удобно подключаться к переговорным комнатам. Те сотрудники, которые подключились, могут делиться, естественно, своим контентом, своим рабочим столом, презентациями, приложениями, в том числе с мобильных устройств. Вы можете быстро организовывать встречи для команд с коллегами и удобно, очень организованно запись звонков. Простейшим нажатием просто кнопочки «Запись» вы создаете, значит, начинается запись звонка, которая автоматически размещается в облачном сервисе, откуда его все участники записи смогут посмотреть, и ссылка на запись автоматически появляется, собственно говоря, в чате этого собрания. Так что если вы вынуждены были, например, покинуть собрание раньше времени, в Microsoft Teams никаких дополнительных усилий не потребуется. Вы просто откроете его, увидите запись и сможете его просмотреть. Вы получаете возможность использования так называемого whiteboard, доски, который позволяет совместно творить, писать, рисовать, делать какие-то заметки, используя рукописный ввод на устройстве с сенсорным экраном, например. То есть мозговой штурм возможен как бы в реальном времени между несколькими людьми на вот этой доске, которая также является частью собрания Microsoft Teams. И облегчаются и видеоконференции. Например, если мы говорим про подключение с компьютеров, одна из интересных опций, которой вы можете воспользоваться, это размытие фона. Она, кстати говоря, получила очень интересное зрение. Сейчас мы тоже об этом кратко поговорим. Размытие фона — это одна из вещей, которые позволяют вам во время конференции Microsoft Teams как размыть фон, который находится за вами, так и удалить его. К слову говоря, это работает не совсем так, как некоторые других сервисов, которые требуют ровно краткого фона. Microsoft Teams приложение использует интеллектуальный механизм на базе, так скажем так, обучаемой искусства интеллекта, понимая, где находится человек, где находится не человек, и тем самым в реальном времени могут отделять человека от фона. Это требует небольшого, там, не очень сложных компонентов, скажем так. На совсем старом компьютере это может не заработать, но в относительно современных устройствах это работает вполне неплохо. И, к слову говоря, я уже об этом заговорил, в качестве примера развития этой технологии можно сказать, что одним из самых ярких примеров дальнейшего развития стало появление так называемого совместного режима. Вот он представлен в левой части этого слайда на картинке. Совместный режим, совмещая функцию удаления фона. И вот специальные шаблоны позволяют, например, что очень было востребовано в образовании, увидеть участников как бы сидящими за партами в реальной аудитории. Более того, вы, возможно, слышали, что похожие технологии используются для удаленного участия зрителей даже в спортивных трансляциях, где с точки зрения человека, смотрящего по телевизору, видно, что как будто бы люди сидят за реальными трибунами, а при этом реально это пользователи, сидящие перед веб-камерами своих устройств. Так что это одна из опций, которая развивается в Microsoft Teams для того, чтобы поддерживать в том числе более эффективные и более качественные видеоконференции. Ну и, конечно, как мы говорили, в соответствии требованиям необходимые сертификаты и другие компоненты, которые обеспечивают простоту и безопасность, также доступны с решениями Microsoft Teams. Плюс, конечно, к Microsoft Teams в различных вариантах можно с помощью отдельно приобретаемых тарифных планов, с отдельных лицензий подключаться и с обычных телефонов, с наземной телефонии, в том числе в варианте, когда сотрудник подключается с телефона к собранию Microsoft Teams, и в том числе в варианте, когда можно набрать сотрудника с устройства даже Teams Rooms или с других устройств, набрать на мобильный телефон и подключить его к собранию. Так что Microsoft Teams – это многоплановая платформа. Дополнительно можно сказать, что в нее интегрируются различные бизнес-приложения, возможной интеграции документа оборота, интегрированы Microsoft Office и другие компоненты, которые позволяют полностью бизнес-процесс построить внутри этой платформы. Ну и важной частью экосистемы Microsoft Teams Rooms, как мы говорили, которая отлично вписывается в сценарий гибридной работы, и являются те самые устройства, о которых мы с вами сегодня и говорим, устройства для переговорных комнат. Если мы, я не знаю, получится покатать вам видео небольшое, давайте я попробую, вы подскажете... Как я понимаю, видео может идет, но, наверное, без звука, да? Да. Спасибо. Спасибо. И так, да, сейчас, секундочку, возможно, не дочитал до часа. Звука нет, но, извините, пожалуйста, надеюсь, может быть, картинка была более-менее понятна. Мы с коллегами не успели поверить этот момент по поводу трансляции звука. Если мы говорим про потенциал, то по нашим исследованиям в мире около 60 миллионов в переговорных комнатах, к сожалению, данных по России, там, по странам СНГ у нас нет, и только 6% из них оборудовано оборудование для видеоконференц-связи. И это очень, потенциально, говорит так, гигантская ниша для оснащения различными устройствами для работы с Microsoft Teams и потенциальных возможностей продаж устройств, в том числе, которые предлагает наш партнер, компания IPMATIC. И если мы говорим про выбор, потому что понятно, что решений для VKS существует большое количество различных вендоров, уже давно за себя зарекомендовавших, то в качестве таких преимуществ важных именно Microsoft Teams можно назвать безопасность и производительность. По опросам это два ключевых фактора, которые для с точки зрения IT-специалистов являются ключевыми и в полной мере соответствуют тому, что предлагает платформа Microsoft Teams. Если мы говорим, как мы говорили, про спектр устройств, то мобильные устройства, компьютеры, сценарные телефоны, устройства для совместной работы, большие интерактивные экраны, все это может быть объединено, и многие из этих компонентов могут быть установлены непосредственно в переговорной комнате. Ключевые преимущества, как мы говорили, присоединение одним касанием. Вы сразу, войдя в переговорную комнату, а, ну, давайте там, видео было, может быть, не видно, если у вас опыта пока работы с Teams нет, кратко, сам алгоритм я постараюсь быстренько описать. Вы просто создаете собрание, добавляете комнату, у каждой комнаты есть свой адрес, свой email, добавляете комнату как участника собрания, и сразу после этого на устройстве, которое в переговорной комнате находится, это собрание появляется в календаре сверху. Вы, соответственно, приходите в переговорную комнату, нажимаете на собрание, и у вас сразу запускаются экраны, подключаются камеры, подключаются микрофоны, вы можете начать видеозвонок. Если необходимо, вы тут же к этому устройству подключаете свой ноутбук и транслируете в эту видеоконференцию картинку с вашего экрана. Само подключение для пользователя выглядит предельно простым. Даже если вы не запланировали собрание, а просто, как мы говорили, зашли, например, с вашим ноутбуком в переговорную комнату, то, увидев друг друга по Bluetooth, вам ваш компьютер предложит, в Microsoft Teams появится окошко с предложением в этой комнате подключиться к этому устройству и также включить его в ваше собрание. Плюс при наличии соответствующих лицензий вы можете совершать с этого устройства телефонные звонки, то есть подключать коллег в конференциях с обычных телефонов. Вы можете выбирать различные представления, потому что, например, одно устройство стандартно поддерживает два монитора, и, например, вы можете выбрать на одном мониторе отображение видеозвонков с вашими коллегами, а на втором мониторе выбрать отображение того контента, которым вы или другие люди делитесь. Так что это удобное, очень простое для пользователей средство, позволяющее вам подключаться к собраниям самых разных устройств и позволяющее вам организовывать встречи как в запланированном формате, так и в формате такого внезапного, когда вы просто решили. Как это говоря, можно просто инициировать встречу, просто зайдя в комнату, даже не имея ноутбука. То есть просто добавить, поскольку устройство с сенсорным экраном, вы просто можете ввести через сенсорную клавиатуру имена нужных людей, подключить их к собранию и тут же совершить с ними аудио-видеозвонок, даже не имея каких-то дополнительных устройств. Естественно, это максимально расширяемая платформа, о чем коллеги могут дополнительно рассказать, с большим количеством поддерживаемых аксессуаров для качественного видео-аудиообщения. Плюс можно сказать, что Microsoft Teams, сейчас вот тоже буквально недавно была новость про одно из устройств, как раз компания E-Link, которая тоже недавно была анонсирована. Плюс партнеры совместно с Microsoft разрабатывают новые классы устройств. Например, буквально недавно был анонс устройств для совсем малых переговорных комнат. Можно сказать, что там гораздо более компактное устройство. Может быть, коллеги сегодня о нем тоже расскажут, которые также полностью интегрируют систему. Ну и говоря про то, что нужно, с точки зрения лицензирования, если говорить кратко, например, если мы говорим про малый и средний бизнес с этой компанией до 300 пользователей, то есть с точки зрения самого пользователя, чтобы просто использовать Teams в своем компьютере, может подойти одна из лицензий Microsoft 365. Для крупных заказчиков, естественно, есть свои лицензии, тоже отдельные планы для enterprise-сегмента. Ну, я, наверное, кратко начну, наверное, с Microsoft 365. И напомню, что, например, это продукты, которые раньше называли Microsoft 365 Business, сейчас эта линейка называется Microsoft 365 Business. Она включает в себя различные планы, и в этих планах в большинстве есть Microsoft Teams. Вот если мы с вами посмотрим настройку инструмента совместной работы, то в таком плане, как бизнес-базовый, бизнес-стандарт и бизнес-премиум Teams присутствует. И это лицензия, которая уже позволяет сотрудникам коммуницировать, проводить аудиозвонки, делиться экраном и так далее. Например, одним из таких продуктов является Microsoft 365 Business Standard, который включает в себя Teams, который включает в себя полноценную почту бизнес-класса с вашим собственным имейлом, порталы SharePoint, хранилище 1 терабайт OneDrive для бизнеса и полноценные приложения Microsoft Office для компьютеров Windows и Mac и приложения мобильные для мобильных устройств. То есть вы покупаете план, где Teams является одним из компонентов этого плана, но вместе с ним вы получаете целый комплексный набор других приложений и сервисов Microsoft на тот срок, который вы их приобрели. Например, на год вы можете такую лицензию приобрести и потом для каждого сотрудника продлевать. Причем, замечу, что использовать его может сотрудник с нескольких устройств сразу. Например, приложение он может использовать на пяти компьютерах, пяти планшетах, пяти телефонах для каждого человека, которому эта лицензия приобретена. Так что если мы говорим про Microsoft 365 Business Standard или другие продукты в линейке Microsoft 365 Business, то они, как мы говорили в большинстве своем, включают в себя Teams и наряду с другими приложениями позволяют к нему доступ получить. Если мы говорим уже отдельно о лицензировании устройств, то специально для устройств Microsoft Teams Room есть отдельные типы лицензий в двух основных вариантах. Тут так называемый конференц-зал вариант, который позволяет получить основные возможности, включая потенциальное подключение к аудиоконференциям с телефонов. Там они отдельно лицензируются, их приземление, естественно, и возможность централизованного управления, о чем я еще не сказал. Одним из важных очень преимуществ устройств для переговоров на комнату Microsoft Teams является возможность полноценного централизованного управления ими через центр администрирования удаленно, то есть без необходимости непосредственно рядом с этим устройством присутствовать. Так что есть два основных типа лицензий, которые приходят для такого рода устройств. Одно из них, как мы говорили, включает в себя основные возможности. Meeting Room еще эти лицензии по-английски называются. И есть еще так называемый общедоступный телефон, Common Area Phone. Эти лицензии стоят дешевле, их главное отличие – это отсутствие возможности подключения к обычным телефонам, скажем так. Но основные возможности Microsoft Teams для аудио-видеоконференции поддерживают, так что, может быть, в ряде случаев это будет выгодным решением, если непосредственно для этого устройства необходимость выхода, так сказать, телефонной линии не нужны. Приобрести эти лицензии можно в различных каналах, в том числе в таком канале, как CSP, популярном, позволяющем гибкой, в удобной форме приобретать лицензии в канале WebDirect. И, естественно, в корпоративных программах лицензирования такие лицензии также присутствуют. Так что, если кратко, наверное, про основным моментом я пробежался. Я, если нужно будет, я готов поделиться контактами моих коллег непосредственно, потому что можно обращаться ко мне, можно обращаться к коллегам, которые с нашей стороны активно занимаются со стороны Microsoft этими устройствами. Так что, если нужно, сканируйте, пожалуйста, себе. Если... сейчас я перейду секундочку в чатик, пока не вижу. Ну, пока я особо вопросов не видел, так что я передаю, возвращаю слово обратно коллегам. Надеюсь, мы с вами проговорили основные преимущества платформы Microsoft Teams. Актуальность этой платформы с точки зрения нашего ближайшего будущего, где многие компании будут работать в гибридном режиме, и необходимость подключения сотрудников, например, к собраниям станет еще более актуальной, когда часть сотрудников находится в офисе, а часть находится вне его. И поговорили об устройстве для переговорных комнат Microsoft Teams, которые, как нам хочется верить, идеально в эти различные сценарии вписываются. Спасибо большое. Я какое-то время еще в онлайн постараюсь ответить на вопросы, и также контакт коллег я дал. Можно также через коллег в Appymaticо обращаться, естественно, за вопросами, которые у вас возникают. Добрый день. Меня зовут Артур Дусов. Я менеджер по продукции видеоконференц-связи в компании Appymatico. И сегодня хотел бы вам представить так называемое аппаратное обеспечение видеоконференции на платформе Teams. Это видеотерминалы, ну и все, что к ним относится. Здесь на слайде вы видите обзор решений, которые мы предлагаем. То есть первая линейка. Это терминалы для переговорных комнат. Разные варианты для разных применений, для разных размеров комнат. Во второй линейке. Во второй линейке это аксессуары, которые могут использоваться как самостоятельно. То есть в этом случае они как бы сертифицированы платформой Microsoft Teams. И могут использоваться совместимой помощью с ней. А также могут использоваться совместно с терминалами, которые представлены в первой линейке. В тех случаях, когда конфигурацию необходимо дополнить. Либо адаптировать. Адаптировать под конкретные применения. Под условия переговорных комнат. Под размеры и так далее. Ну и два тоже важных компонента, которые как бы непосредственно не относятся к линейке продуктов для Microsoft Teams. Но тем не менее имеют большое значение и могут использоваться в решениях для этих применений для Microsoft Teams. Ну, во-первых, это сервер, Ялинг Батик сервер. Видите его в нижней линейке слева. Он в данном случае используется как шлюз между средой традиционных видеоконференц-связи, который работает по протоколам SIP, там есть 3, 2, 3, и средой Teams, который работает по своим протоколам. То есть это как бы устройство, которое обеспечивает транскодирование, преобразование всех протоколов, аудио, видео, для того, чтобы эти две среды могли бесшовно работать, передавать вызовы, масштезировать и все такое. Потому что участники с традиционными видеотерминалами могли участвовать в конференциях Teams и обратно. И еще один компонент, который я хотел бы тоже затронуть, это платформа централизованного администрирования в IDMP, так называемый, Ялинг Девайс Нижем Платформы. Вот это устройство становится необходимо в тех случаях, когда парк терминалов в компании растет, ему сложно управлять локально, и в этом случае как раз пригодится такое централизованное устройство для администрирования, для обновления всех устройств, для управления, конфигурации и так далее. Это как бы, значит, в общем, сводка продуктов, которые мы предлагаем, и предлагаю уже перейти в подробности. Здесь на слайде я как бы наглядно подготовил варианты, в которых могут быть использованы видеотерминалы для переговорных комнат платформы Teams. Ну, во-первых, это как бы стандартные, так называемые Microsoft Teams Room терминалы. То есть это изделия, которые изготовлены по стандартам Microsoft, они, как правило, одинаковые, одинаковые конструкции, все имеют одинаковую конструкцию. Вот, они отличаются в основном только применением в переговорных комнатах. То есть под разные размеры переговорных комнат. Вот, и здесь на слайде вы видите 800-е терминалы, 900-е модели, 700-е и 900-е модели. Это модели, которые оснащены длиннобойными видеокамерами 12-кратными. Вот, они больше подходят именно для больших залов, для больших конференц-залов, там делают, нужно как бы на большом расстоянии обеспечить достаточное портретное изображение на выступающем участнику. Есть варианты с пятикратной камерой. Это 500-я модель, справа внизу. Вот, она уже как бы рассчитана на переговорные комнаты средних размеров. Для компактных, для небольших переговорных комнатах есть модели 400-е и 300-е. Здесь используются широкоугольные видеокамеры. То есть, те камеры, которые очень удобно используют, когда, допустим, приходится сидеть близко к экрану. То есть, у них широкий угол захвата. И даже те, которые сидят близко, они все равно попадают в кадр. Ну и вот кроме вот этих стандартных устройств MTR, так называемых Microsoft Teams, Roms, есть также решения, которые были предложены непосредственно e-link. Microsoft их одобрен. Это такие решения, как 210-я модель и 59-й видеотелефон. Это устройство все в одном. Здесь, как вы видите, в отличие от традиционной конструкции, стандартной конструкции, мини-ПК выполнен уже внутри. То есть, это как бы... Слышится все в одном, включая мини-ПК. И на этом мини-ПК запускается клиент Teams, который обеспечивает как раз участие в конференциях Teams. Вот они уже как бы... Ну, уже видно по конструкции. То есть, они компактные конструкции. Они как раз рассчитаны на применение в небольших переговорных комнатах, компактных и мини-переговорных. Там, где, как правило, не особо много места. И как раз это мини-такие устройства, они как раз очень хорошо подойдут. Ну, видеотелефон, конечно, понятный для, как правило, для рабочих мест, для кабинетов, для руководителей. Вот. Но он также может использоваться и для небольших переговорных комнат, так как у него есть возможность для этого. То есть, можно включить большой экран, можно камеру. Тоже включительно. Более качественную, например, 300-ю, 30-ю видеокамеру. Ну, а давайте перейдем уже конкретно к изделиям. Основная модель Microsoft Team Rooms, в виде терминалов для Microsoft Team Rooms, это 800-я модель. Она оснащена хорошей камерой, с хорошей оптикой, у нас с экранной оптикой. Также в комплект входит саундбар 10-ваттный, который можно расширить до 4-х. И микрофонные массивы. Два микрофонных массива. Каждый из них имеет радиус захвата 6 метров. Их же можно нарастить до 8 штук. То есть, обеспечивать достаточно большую площадь. Соответственно, этот терминал рассчитан на применение большей переговорной комнаты. Чтобы было понятно, это где-то от 12 до 20 и больше мест. Справа на слайде вы видите варианты применения в этих переговорных комнатах. Здесь как бы можно использовать как такие сплошные столы, так и буквой П. В случае буквой П, как раз подходят эти микрофонные массивы B734, которые можно каскадировать, включать цепочкой и как раз разложить вдоль такого изогнутого стола. В комплект также входят сенсорные панели управления. Интерфейс там практически DTC тому, что показывал Мария Тахаруллин в своей презентации. То есть, надо отметить, что интерфейс во всех устройствах Ялинк, он полностью соответствует интерфейсу, который предлагает Microsoft Teams. То есть, если вы хотя бы имели уже знакомство с интерфейсом Microsoft Teams, то изделия Ялинка, они как раз подойдут вам. То есть, не надо переучиваться. Вы увидели их и сразу захотели поработать с ними. В комплект тоже входит мини-ПК. То есть, это полное завершенное решение, которое можно непосредственно из коробки достать, установить и пользоваться. И поддерживается обмен контентом, как проводным, так и беспроводным. То есть, есть интерфейс как HDMI для получения, например, ноутбука, с которого хотите показать контент. Так и можно подключить с помощью беспроводного такого адаптера WP20 без проводов, передавать контент с вашего ноутбука на терминал и дальше в конференции. Следующая модель, девятисотая, это развитие восемьсотой модели. Как вы видите, там та же камера используется, но здесь уже могут использоваться до девяти видеокамер таких. То есть, это для больших залов уже такой сложной конструкции, там, где одной камерой не обойдешься. То есть, там колонны могут быть, либо что-то еще может мешать одной видеокамерой захватывать все изображение. Либо, например, несколько ракурсов нужно использовать, там, для зала, например, а вторая, там, где непосредственно выступающая должна быть направлена, третья на президиум, либо 100 какой-то сложной конструкций, так, чтобы необходимо захватить видеоизображение. Одна сторона стала, а потом с другой стороны стала. То есть, вот в таких сложных случаях используется, предлагается такой терминал девятисотый. Вот, там в комплекте две видеокамеры и коммутатор видеокамер, которым уже можно получить несколько видеокамер. Без какого-либо дополнительного оборудования. То есть, никаких коммутаторов, видеокоммутаторов здесь не требуется, уже все есть в комплекте. Плюс приложение, которое позволяет управлять этими видеокамерами, делать композиционные изображения, либо переключаться между ними тем или иным способом. Ну, такой мини, как бы, удобный вариант для такой мини-студии. Вот. Как вы видите на слайде, здесь нет озвучки в комплекте поставки этого оборудования. Ну, сделано, потому что, как правило, для больших конференц-залов, здесь, как бы, нет типовых решений. Как правило, не бывает типовых решений по озвучке. И здесь, как правило, бывает, необходимо уже кастомизировать эти аудиорешения по озвучку. Либо в таких залах уже есть какая-либо озвучка, к которой необходимо просто пристыковаться. То есть, вот, как раз для этого на Камера Хабе есть специальный такой линейный вход на UVC-90, с помощью которого как раз можно подключиться к существующей конференц-системе, например, к аудиоконференц-системе и ее использовать по стандартам, по открытому стандарту, по линейному форму. Пятисотая модель. Пятикратная оптика используется для средних переговорных комнат. Тоже полный комплект поставляется. Единственное, что здесь можно сказать, что здесь вот два варианта поставки есть. Пятисотая модель с беспроводными микрофонами. Это две модификации. И с проводными микрофонами 510 модификации. Для тех или иных вариантов. То есть, когда можно использовать беспроводные микрофоны, конечно, хорошо, это очень удобно. Причем освобождает стол очень хорошо и удобно пользоваться. Но есть вариант, когда беспроводные решения запрещены использовать компанию. В этом случае можно использовать беспроводную модификацию. По микрофонам здесь можно что сказать. Очень удобный микрофон. Они работают по протоколу DELT. Качественно передает звук. Захватывают его в радиусе трех метров. Каждый этот микрофончик в радиусе трех метров. И в комплекте идет такая подставка для зарядки. Зарядку они держат долго. До 19 часов, по-моему, в режиме ожидания. И в режиме разговора 19 часов. И даже если, например, зарядка кончилась, то всегда есть второй микрофон, который можно использовать вместо него. А первый микрофон поставить на зарядку. Удобное решение. Четырехсотая модель. Это новинка. Она вышла в августе этого года. Тоже очень интересная модель. Самое главное ее отличие это ее интеллектуальность. То есть встроенная аналитика. Она позволяет, во-первых, здесь появится функция автокадрирования. То есть это возможность оптимально настроить кадр так, чтобы он оптимально захватывал всех участников переговорной комнаты. Чтобы не было пустых мест, все участники, которые есть, специально аналитик анализирует. И подстраивает кадр таким образом, чтобы все помещались на экране. Плюс функция отслеживания говорящего. Также есть. В этом случае видеокамера наводится непосредственно на выступающего. То есть выступает один человек, камера наводится на него и показывает его в хорошем, такой портретном изображении. Красный ракурс. Начал выступать другой, камера перестраивается на другого человека. Как это сделано? Ну, во-первых, здесь встроенный микрофонный массив из восьми микрофонов. Он выполнен. Видите, конструкцию этого терминала в виде такой линейки. И восемь микрофонов там встроено. Эти восемь микрофонов имеют возможность избирательно включаться, определять направление, с которым идет звук. И включать избирательно включать, во-первых, сам микрофон, который находится ближе к всего выступающему. А во-вторых, подстраивать видеокамеру на этого выступающего. Причем, камера используется широкоугольная. Здесь суперширокоугольная, даже 133 градуса. То есть это терминал, который рассчитан на такие компактные переговорные комнаты. Может использоваться в компактных переговорных комнатах. Ну и емкость матрицы сенсорной, там 20 мегапикселей. Это очень даже много. И позволяет как раз охватывать все изображение комнаты. Выделять нужные объекты, настраивать, и так далее. То есть здесь вот такой терминал с очень хорошей аналитикой. Но, несмотря на то, что как бы такой богатый функциональность и большое количество компонентов, все это выполнено в виде одного корпуса. Интегрировано в рамках одного корпуса. Удобно пользоваться. Он размещается на экране. Все компоненты, без проводов. Ну, максимум, что можно определить, это сенсорная панель управления, которая выносится на стол, конференц-стол. Ну, и возможно, контент подключить в воздействительную необходимость. То есть минимум усилий для установки. Следующая модель 300-я. Это, наверное, одна из таких самых недорогих моделей. В предложении Ялинка для переговорных комнат здесь используется широкоугольная видеокамера 20 градусов. У нее также есть встроенная аналитика. Она поддерживает автокадрирование. И в комплект входит спикерфон CP900-й. Это 6-микрофонное устройство. Оно ставится в центре стола и захватывает звук в рамках 2 метров и обеспечивает звук, захватывает звук, как правило, и обеспечивает громкость в радиусе 2 метров. То есть опять же, это решение для компактных переговорных комнат. Ну, как правило, там, где участник сидит до 5 метров. Не больше, не более 5 метров от видеокамеры и экрана. И, соответственно, ставят спикерфон в центре стола и рассаживаются вокруг этого устройства в радиусе 2 метров. Интересное решение это 210-й терминал. Это самый недорогой терминал, в отличие от 300-й даже еще дешевле. Вот это мини-видеотерминал. Как я уже сказал, это все в одном. Здесь мини-ПК не требуется, он уже встроен в сам корпус этого устройства. Поставляется вот такое устройство, видеокамера, там встроенные 8-6 микрофонов. Опять же, он обеспечивает автокадрирование. Это терминал. И, что интересно, этот терминал, он называется еще как бы collaboration терминал. То есть, это устройство для совместной работы. Как оно работает? Он поддерживает сенсорные экраны. К нему можно получить стандартный сенсорный экран по USB-интерфейсу и его использовать как белую доску. То есть, во время видеоконференции вы на этой белой доске можете рисовать графики, иллюстрировать, допустим, свой доклад какими-то рисунками. И изображение вот этой белой доски, оно передается на удаленным участникам и они как бы это все видят и принимают участие в дискуссии. Вот плюс этот терминал также поддерживает еще и функцию Proximity, о которой говорил Майрат Харулин несколько минут ранее. То есть, этот терминал может опознавать другие устройства Microsoft Teams и как бы автоматически с ними интегрироваться, спариваться так, чтобы их можно использовать было совместно. Совместно. Примеры как бы Майрат уже приводил. То есть, ну, например, да, то есть, вы шли в коридоре, да, вас застал звонок приглашения в конференцию Microsoft Teams. Да, ну, с мобильного телефона получается неудобно, поэтому вы заходите в переговорную комнату, ваш клиент, который стоит на мобильном телефоне, автоматически коннектится к терминалу, который тоже поддерживает функцию Proximity и в этом установка не соединились. Эти два устройства можно использовать совместно. То есть, контент, который передается например, смартфона, вы можете выводить на экран терминала и в конференцию, либо переключить звонок, например, то есть, вам неудобно смартфону участвовать в конференции, вы переключаете его на терминал и участвовать непосредственно с этого терминала в конференции. такой тоже вариант интересный. вот в кадре внизу, как вы видите, его размеры, то есть, по сравнению с участником конференции, это представитель Microsoft, этот кадр из презентации в Орландо, конференция Microsoft была, и вот там как раз терминал был представлен компанией Microsoft в качестве аппаратного обеспечения конференции Teams. Видео вот этого выступления у нас есть на нашем сайте, вот, можете уже отдельно потом послушать и посмотреть. Вот, ну, и хотелось бы затронуть применение сайта. Я, 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 сказал, на можно использовать как персональное устройство. Здесь как раз помогает функция интегрирования сенсорными панелем. То есть сенсорная панель, как правило, находится на расстоянии вытянутой руки, то есть это как бы такое применение возможно. Ну, и для удаленной работы тоже может быть использоваться как видите на картинке справа. пара слов о периферии, который может использоваться с терминалами, которые мы предлагаем. Дополнять их, кастомизировать. Это микрофонный массив 34. захватывает звук радио 6 метров. входит в терминал, о которых я уже рассказывал выше. 800 он входит, 500 терминал. Там, как правило, 1-2 таких микрофонных массива, но их можно включить до 8 штук. Можно каскадировать и обмечать больше. Например, необходимо обеспечить больше захвата звука. 34. Это проводной микрофонный массив и беспроводной это CPW90. Беспроводный вариант. Здесь радиус захвата немного поменьше 3 метра. Тоже в радиусе круговой захват в радиусе 360 градусов. Их до 4 штук можно в системе использовать. Есть также потолочный микрофон. Потолочный микрофон очень удобен в тех случаях, на столе либо нет места, чтобы поставить микрофон 34-й либо 90-й, либо там стоят какие-то помехи, которые препятствуют захвату голоса. То есть компьютеры стоят, либо другие устройства, которые загораживают микрофон выступающего, и в этом случае звук может быть не такой хороший. то есть в этом случае как раз это потолочный микрофон еще подойдет, он висит сверху, и в радиусе 4-х метров захватывает голос, причем как бы без помех, без устройств, которые препятствуют захвату голоса. До 8-ми устройств можно подключить к системе с помощью стандарта патчкордов. функция Acoustic Shield поддерживает. И второе устройство Soundbar Yolink Mspeaker 2 второго поколения, 10 ватт мощность, он идет в комплекте терминал от 800-500, также его можно провести отдельно использовать. У него также кроме стандартного входа есть еще Yolink порт VCH, это возможность подключения в одни провода. И питание, и управление, и звук передается по одному проводу, по антикорду, который очень удобно разветвить, поражей по кабель-каналу, спрятать и так далее. Ну то все терминалы поддерживают возможность подключения экранной зоны и зоны отображения и конференц стола с помощью одного кабеля. так как мини-пк имеет специальный интерфейс VCH, так и устройство, которое ставится на столе, то есть сенсорная панель управления, она имеет порт VCH, с помощью которого можно подключить экранную зону и зону конференц стола всего одним проводом. Апустим типовым патч-кордом, дальше до 40 метров, которые легко удлинить, приложить по сложным маршрутам кабель-каналов, спрятать, чтобы его не было видно. Причем он там этот патч-корд как он имеет соединитель с защелкой, то есть случайно нельзя выдернуть. Вот и все устройства, которые находятся на столе, можно получить с помощью вот этого кабеля, подходит к сенсорной панели, а на сенсорной панели уже есть интерфейс для подключения и ватбука пользователя для передачи контента, конференцию, и можно спикерфон подключить, как видите, на картинке, если необходимо как-то акцентрировано обеспечить захват звука непосредственно в рамки двух метров. Ну, или другие устройства, в том числе. Все одно из таких достоинств решения Ялинк, который прилагает или Microsoft. И вот эта же сенсорная панель она поддерживает также беспроводную передачу контента. Кроме того, что она имеет интерфейс HDMI и USB-C для передачи контента по проводам. Есть возможность также включения без проводов с помощью 1.20. Это такой адаптер, который вставляется по USB-интерфейсу, вставляется в ноутбук пользователя, автоматически там определяется, по нажатию кнопки передает контент, расширивает рабочество, передает на сенсорной панели, сенсорной панели терминал и терминал уже дальше в конференции. Переключение достаточно бесшовное, то есть можно легко переключиться как с проводного, так и на беспроводную и обратную. Все устройства, о которых я говорил, все терминалы, они поддерживаются централизованной системы администрирования в ITMP. С помощью этой системы централизованной можно настраивать все устройства, допустим, обновлять программное обеспечение, конфигурацию, допустим, подстраивать, реализовывать различные алгоритмы по поддержке, технической поддержке администрирования устройств. Вот все это делать централизованно, актуально, когда в компании таких устройств очень много. служебство становится управлять всем этим локальным. Ну и еще одно устройство, еще одно решение, о котором я хотел бы рассказать, это Ялингмитик сервер. В данном случае предлагается как шлюз между средой открытых систем видеоконференц-связи, те, которые работают с протоколом, и между средой Teams. Это устройство, которое позволяет полностью преобразовать стандартный протокол уже протокол Microsoft Teams. Преобразуется не только аудио-видео, но также контент. И как раз подойдет тем компаниям, у которых уже имеется какой-то парк стандартных устройств видеоконференц-связи, и они хотят, не хотели бы с ними расставаться, они хотели бы терять эти инвестиции в эти терминалы и по возможности подключить их в конференции Teams, использовать их совместно с клиентом и устройством Teams. Вот здесь как раз подойдет вот это устройство. Что оно обеспечивает? Оно обеспечивает полное единое коммуникационное пространство дешевное с едином списком контактов с онлайн поиском контактов, осуществляться вызовов между этими обоими этими средами, возможность подключать, участвовать в конференциях Teams с терминалов видеоконференц-связи стандартных, так и участвовать клиентам Teams в конференциях, которая организуется на стороне на стандартных видеоконференций. Извещения приходят на терминалы ВКС по чипсовски приглашения во встрече тоже интегрировано и контент передается в обе стороны тоже преобразует как раз полностью все эти протоколы. Вкратце по тем решениям по видеорешениям, которые мы предлагаем для Microsoft Teams. И сейчас я передаю слово Максиму Васюхину, который уже расскажет про голосовые решения. Спасибо, Артуру. Мы тогда продолжим. У нас осталось не так много времени, и я хотел бы вам рассказать о голосовых решениях для Microsoft Teams. Все же видеоконференция важна, собрания важны, но без аудио решений и олинг картины не будет полной. На сегодняшний день список поддерживаемых устройств представлен на слайде можете с ним ознакомиться. Я, наверное, подробно не буду рассказывать про каждое устройство, про его технические характеристики. Да, забегая вперед, Ялинг нам разрешил сегодня показать некую дорожную карту по телефонам и, в принципе, решениям для Microsoft Teams. На сегодняшний день поддерживаемые телефонные аппараты это 55А, MP56, он у нас будет доступен примерно в середине октября, уже приедет первая коммерческая партия, но уже сейчас вы можете запросить у нас этот телефон на тестирование, первые образцы у нас уже есть. Телефон 58А, видео телефон VP59, телефон для переговорных комнат для аудиоконференции 960-е, спикерфоны и наушники. Камера здесь осознанна. Камера является частью решения для удаленных рабочих мест. модельный ряд достаточно большой. Пару слов о применении этих телефонных аппаратов. Конечно, они предназначены в первую очередь для установки и для работы в офисах. Телефонные аппараты есть для всех типов сотрудников для решения многих задач, как для руководителя, которым можно установить телефон с поддержкой видео VP59, так и телефон 58А. Хочу отметить, что все эти телефоны имеют экран с тачскрин, имеют достаточно глубокую интеграцию с сервисами Microsoft Teams. В офис для обычных сотрудников и на ресепшн можно устанавливать телефоны различного уровня, начиная от T55A, заканчивая T58A. И в ближайшее время телефон не только с интерфейсом Teams, Вячеслав, сейчас я вам немножко побольше расскажу. Телефоны, собственно, разные по стоимости, разные по сферам применения. И, соответственно, для оснащения переговорных комнат Ялин предлагает использовать либо конференц-телефон CP960, либо спикерфона CP900 или CP700. Кроме этого, сегодня Марат достаточно много времени уделил решениям для удаленной работы. Действительно, сейчас достаточно много сотрудников работают из дома. Здесь Ялин также предлагает свои использовать оборудование для работы удаленно, например. Когда наша компания находилась, когда наша компания работала из дома первые несколько месяцев после начала пандемии, собственно, я работал из дома, используя как раз камеру EVC30 и спикерфон CP700. Это действительно качество, я могу сказать, слабо сравнимо с качеством микрофона и стандартной камеры ноутбука. Действительно помогает в работе и помогает участвовать в собрании. Ну и без гарнитуры на удаленном рабочем месте никуда. У всех разные условия. Кому-то подойдет спикерфон, у кого-то есть возможность в отдельной комнате закрыться дома. Для разных случаев можно использовать разные устройства. Сейчас мы уже везем в середине октября планируем получить гарнитуру UH36, но о них тоже пару слов дальше расскажем. Как я уже сказал, телефоны имеют интерфейс Teams. Телефоны достаточно глубоко интегрированы с сервисом Microsoft Teams и позволяют использовать различные сценарии. Это как обычные звонки, к которым мы все привыкли в офисе, так и участие в различных собраниях, к которым можно присоединиться, получив уведомления об этом собрании и нажав всего одну клавишу. Это достаточно глубокая интеграция в работе с голосовой почтой. Кстати, хотел бы вас спросить, вы голосовой почтой пользуетесь в своей работе? Хоть это достаточно востребованный инструмент в целом, но я думаю, что больше, наверное, пользуется еще раз подтверждается. Я могу сказать, что действительно сам по своей почте пользуюсь крайне редко, но многие компании все-таки ее используют и вы всегда получите уведомления, если вам придет новое голосовое письмо и можно опять же быстро его прослушать. Кроме этого, с телефона можно посмотреть сразу карточки сотрудников. При участии в какой-то конференции, видео или в аудио можно всегда посмотреть карточку сотрудника, который сейчас участвует в этой конференции. Достаточно удобный функционал, особенно в больших компаниях. Да, очень сложно всех запомнить. Ну вот немного отвечая на вопрос Вячеслава, в последних версиях программного обеспечения для телефонов с поддержкой Teams появился гибридный режим. С помощью этого режима можно быстро переключаться между интерфейсами телефона, используя как учетную запись SIP, так и учетную запись Teams одновременно. На самом телефоне появляется значок для быстрого переключения. Не знаю, насколько видно мою мышку. Можете видеть небольшой круглый значок с индексом SIP и с индексом Teams. Действительно в гибридном режиме функционал обычной телефонии используется не полностью. Ялинк его постоянно дорабатывает. Опять же Ялинк собирает бэки от пользователей со всего мира. Если у вас есть вопрос к этому режиму, если у вас есть пожелания по доработке, вы всегда можете на сайте Ялинк.com оставить ваш комментарий и он обязательно будет учтен. Где такой режим может пригодиться? Во-первых, конечно же, это защита ваших инвестиций, защита инвестиций заказчиков при переходе с классической SIP телефонии на сервис Teams полностью. В этом случае сотрудники могут пользоваться как обычным своим аккаунтом внутренней телефонии, так и аккаунтом SIP. Опять же можно использовать этот режим как некий резервный канал использовать, либо SIP, либо Teams, наоборот. Ну и в целом на будущее, если бы ваша компания или компания заказчика комплектно сейчас не собирается переходить на Teams, но планирует это сделать в будущем, конечно, здесь лучше купить сразу телефон, который поддерживает оба этих режима. Презентация, которую мы вам разошлем, будет ссылка на YouTube, это ссылка на канал Ялинка, где можно посмотреть, как этот режим работает. Кроме этого, у нас, как я уже сказал, в самом начале нашего вебинара, есть уже открыт демо зал, куда можно прийти, пригласить заказчика, например, где можно потестировать, посмотреть, как этот функционал работает. Ну и кроме этого, можно у нас запросить эти телефоны в тестирование, мы готовы нашим партнерам совершенно бесплатно такие телефоны давать, чтобы вживую посмотреть, как работает функционал Teams на телефонах e-link. Идем дальше и как раз о дорожной карте. Тот, кто знаком с оборудованием e-link достаточно давно, может отметить, что у e-link появляется новая серия телефонов с индексом mp. Собственно, индекс mp обозначает Microsoft Fonts и в ближайшем будущем e-link планирует выпустить целую линейку телефонов из этой серии. В ближайшее время мы ждем телефон mp50. Это USB-телефон, который будет подключаться к компьютеру. То есть, в этом случае будет достаточно глубокая интеграция с приложением на компьютере, которое установлено. Должен появиться в первом квартале 2021 года новый телефон бюджетный для работы сервиса Microsoft Teams. Также мы ждем появления нового телефона более дорогого для использования руководителями. кроме этого Ялинк обещает для секретарей и для руководителей добавить возможность работы этих телефонов с модулями расширения. Это тоже мы ждем в первом квартале следующего года. Ну и появится Teams Display, такой достаточно интересный телефон с поддержкой видеозвонков во втором квартале 2021 года. Ну и для переговорных комнат как я уже говорил у нас уже есть устройство CP960 которое можно использовать для аудиоконференции. USB спикеры представлены уже относительно давно в начале этого года спикеры CP700 и CP900 фактически это спикерфоны для разных сценариев использования CP900 больше подходит для использования в небольших переговорных комнатах в ходу румах CP700 это спикерфон больше для использования в ходу румах либо для персонального использования. И здесь хотелось бы отметить что CP900 это первый спикерфон который был в мире среди различных производителей который был сертифицирован для работы с сервисами Teams. Спикерфон имеет исключительно сенсорное управление это сенсорные клавиши спикерфон может подключаться как по блютуз к персональному компьютеру либо к мобильному устройству так и может подключаться с помощью USB-провода к компьютеру собственно имеет достаточно простое управление видите на слайде подписаны клавиши и спикерфоны с индексом Teams CP700 и CP900 имеют специальную клавишу называется она Teams Button которая при подключении к компьютеру вызывает приложение Microsoft Teams которое у вас установлено на персональном компьютере о сценариях применения я думаю достаточно понятно то есть это эти спикерфоны предназначены для конечно первую очередь для участия в аудиоконференциях это как раз та история когда несколько человек собираются в переговорной комнате и вот как мы обычно звоним если у нас нет никакого устройства в переговорной комнате мы берем мобильный телефон вызываем собеседника включаем громкую связь и все к этому телефону наклоняемся пытаясь расслышать и пытаясь что-то докричаться вашему собеседнику динамик мобильного телефона собственно с помощью спикерфона можно уйти от этих проблем вы можете спокойно сидеть в переговорной комнате и разговаривать как обычно никуда не наклоняясь не пытаясь что-то расслышать и собеседник соответственно вас будет слышать прекрасно в этом случае ну и CP700 который мы кстати говоря сегодня будем разыгрывать предназначен как раз для личного использования наверное больше для использования на рабочем месте для использования в каких-то командировках и его основное предназначение как раз для того чтобы вам хорошо было слышно собеседник и чтобы собеседник вас хорошо слышал и при этом у вас были свободные руки ну идем дальше пару слов хотел сказать о гарнитурах Ялинк в этом направлении достаточно серьезно и быстро развивается сегодня мы представляем новые гарнитуры 2.4.6 это гарнитуры среднего сегмента собственно бинауральные или моноуральные ну которые собственно используются в офисах в колл-центрах в рабочем месте эти гарнитуры достаточно глубоко интегрированы с приложениями Microsoft Teams гарнитуры имеют специальный переходник с помощью которого можно через разъем USB подключиться к компьютеру на этом переходнике есть специальная клавиша Teams которая опять же вызывает приложение Microsoft Teams но не только с помощью этой клавиши можно быстро присоединиться к собранию если у вас приходит какое-то уведомление о голосовой почте той же у вас клавиша будет моргать вы обратите на нее внимание и сможете быстро отреагировать на эти сообщения ну кроме этого гарнитура поставляется фактически двумя разъемами разъем 3,5 миллиметра джек можно использовать для включения как к компьютеру так и к различным мобильным устройством ну и конечно эти гарнитуры подключаются к IP телефонам Geolink ко всем которые имеют USB разъем и в новом поколении программного обеспечения Geolink представил более глубокую интеграцию где с помощью вот этого пульта управления можно не только ответить на звонок но и например поставить звонок на удержание переключаться между ними звонками и так далее ну и пару слов о дорожной карте в ближайшее время Geolink планирует выпустить новые беспроводные гарнитуры которые будут работать по стандарту DECT мы ждем анонса этих гарнитур буквально в этом году ближайшие несколько месяцев ну я думаю как только они будут анонсированы мы дополнительно проведем вебинар где более подробно расскажем об этих гарнитурах ну и конечно эти гарнитуры планируется сертифицировать сервисами Microsoft Teams ну и кроме беспроводных гарнитур Geolink планирует выпустить некую рабочую станцию с большим сенсорным экраном управления с сервисами Microsoft Teams и беспроводной гарнитурой в комплекте ну вот это пока несколько картинок скажем так для затравки я думаю в ближайшее время мы сможем более подробно об этих новинках вам рассказать после их анонса у меня на этом все если какие-то есть вопросы готов на них ответить еще раз всем спасибо за присутствие надеюсь вы нашли для себя ответы на какие-то вопросы подчеркнули что-то новое всем участникам будет рассылка по окончании вебинара с сегодняшними презентациями со всеми материалами на этом все всем спасибо ждем вас на наших следующих мероприятиях за субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...